Добрый вечер, друзья! С радостью начинаю прямой эфир, который будет посвящен вопросам по столпатии. Сейчас я подожду, когда вы все присоединитесь. Проверим звук и потом пригласим к диалогу нашего столпата Лену. Добрый вечер! Как меня слышно, друзья, сегодня видно? Так, сразу запросы пошли для диалога. Сегодня мы с Леной будем проводить прямой эфир, и он будет посвящен вопросам о столпатии, что это такое, с чем это едят, кому это показано. Поговорим о мифах, которые в головах у людей присутствуют на тему столпатии. Слышно-видно хорошо. Так, Лена, вижу. Сейчас буду подключать. Друзья, потом диалоговое окно. Отключу, чтобы был Леной Леной хорошо. Лена, добрый вечер. Добрый вечер. О, слышно хорошо, отлично. Картинка прекрасная. Ну что, сразу с места в карьер, я думаю. Вообще, я небольшой преамбулу скажу, у столпатия, так как я за ней наблюдаю, я сам не являюсь у столпатом и не приобщаюсь к этой лиге, да, я больше другими материями занимаюсь. У столпатия стала очень активно проникать в Россию где-то с начала 2000-х годов. В 90-х мало кто об этом что-либо слышал. В 90-х у нас преобладала больше либо народная практика при работе с аппаратным аппаратом, либо мануальная терапия. Такой был очень известный доктор Касьян, который хрясь-хрясь, два-три удара, и, в общем-то, показывал большое искусство, как люди, которые ходили крючком, не могли сами встать, буквально за считанные секунды получали исцеляющий эффект. Правда, конечно, это не говорило о том, что они потом не возвращались к своему состоянию через какое-то время, но тем не менее. А вот начиная с 2000-х годов, я и многие специалисты, и вообще люди, словом столпатия, многие слышали, но не все знают глубоко нюансы, стали это воочию видеть, и пойти на сеанс к столпату уже не стало чем-то таким запредельным. А если мы коснемся немножко международного опыта, то во Франции всех детей смотрят у столпата, это вообще штатная единица в роддомах, и это считается абсолютной нормой. В общем-то и мощная французская школа существует, хотя столпатия началась, наверное, откуда? В Америке, да, остеопатия началась в Америке. Пару слов тогда об истории, можно мне рассказать? Да, конечно. Создателем остеопатии, считается, является Эндрю Тейлор Стилл, который 110 лет тому назад решил, что не все, что происходит в медицине, так действенно и так шоколадно, как казалось. Не все приносит столько пользы, потому что, к сожалению, Эндрю Тейлор Стилл, он был сыном доктора. И с детства мальчик наблюдал, как его отец проводит медицинские процедуры, какие-то медицинские воздействия. Он очень неплохо знал биологию, он очень неплохо знал анатомию. Ему всегда это было интересно, но он видел какие-то, ну что очень многие, очень многие воздействия, очень многие процедуры не приводят к хорошему результату. Люди погибают, хотя, казалось бы, вроде бы ничего серьезного. И когда мальчик решил, подрос, решил учиться, папа сказал, нет, только не в медицину, иди, получай нормальную профессию. И Эндрю Тейлор Стилл пошел учиться на инженера. И именно вот это вот, то, что он изучал инженерные строения, помогло ему еще лучше осознать биомеханику тела. Потому что он наложил эти две системы, систему знания тела, и инженерные конструкции у него в голове совместились, и получил устроенные системы биомеханических воздействий, которые, взаимодействия, которые происходят в нашем теле. И 22 июня 1974 года на свет появился метод лечения Стилла. И вначале это было как раз хрязь-хрязь. Да, вначале применялись ручные приемы регулирования костей, связок и органов для лечения заболеваний. И Стилл ездил по Америке, и назывался он доктор Молния. Он в фургончике приезжал в различные города, и буквально за 2-3 минуты, 5 минут мог вылечить, как раз делая хрязь-хрязь, да, вылечить любые заболевания, начиная от пешечных расстройств и заканчивая эпилептическими припадками. Да, и он считал, что все нарушения в нашем организме идут от того, что нарушено движение. Да, у него было несколько постулатов. Первое – организм – это единое целое. Второе – это структура управляет функцией, а функция управляет структурой. То есть нету, это как, да, что же главное, курица или яйцо, что раньше появилось. И здесь то самое, что же появилось раньше, функция или структура. Нету ответа на этот вопрос, да. И одно управляет другим, первое управляет вторым, а второе управляет первым. Правило третье – артерия первична. Алена, а Сарч, чуть-чуть немножко попрошу уточнение. Вот для простым языком. Не все понимают, что такое функция, что такое структура. Совсем проще еще объяснить. Что первое, ну, что такое структура? Структура – это наше тело, кости, мышцы, связки. Что такое функция? Функция – это кровоснабжение, функция – это передача нервного сигнала, функция – это пищеварение, да. И что первичное, да, что правильнее, что раньше произошло, да, там, движение крови или артерия, по которой движется эта кровь. Что главнее, да? Что главнее – мышцы или сокращение этой мышцы? Ну, нельзя же так правильно задать вопрос. Ну, то есть можно на два этих направления воздействовать и иметь… Да, безусловно. Не можно, а необходимо воздействовать на два этих направления. И еще в остеопатии есть у стила, в стиловской остеопатии, в первоначальной остеопатии, есть правило, что артерия первична. Что всегда любое нарушение происходит от того, что там нарушено движение, нарушено кровоснабжение. Любое нарушение проявляется нарушением кровоснабжения. Будь то артроз, да, это нарушение кровоснабжения надпосницы, нарушение кровоснабжения сустава. Будь то, не знаю, проблемы с гинекологией. Вот помимо матки, например, возьмём, да, такое очень неприятное, очень страшное заболевание. Почему оно возникает? Много причин, но в том числе это нарушение кровоснабжения, нарушение притока крови, нарушение оттока. Я не знаю, боли в голове, да, они происходят, опять-таки, много причин, любая боль возникает от того, что собирается комплекс причин. Никогда нет одной причины. Но одной из главных причин – это нарушение либо притока крови, либо оттока крови. С точки зрения материального субстрата. Да, да, безусловно. А с точки зрения функции – это нарушение движения. Нарушение движения, ну, опять-таки, если мы будем брать головную боль, да, так как это, ну, в той или иной мере у всех когда-то бывает, у кого-то чаще, у кого-то реже, да. Это нарушение, опять-таки, как я сказала, либо притока, либо оттока крови. Это нарушение подвижности шеи может быть, да, вызывать зажим. Это может быть нарушение подвижности мозговых оболочек. Это может нарушение подвижности костей черепа быть. Все в нашем организме движется, начиная от клетки и межклеточной жидкости и заканчивая костями, мышцами, суставами, артериями, внутренними жидкостями, как-то кровь, лимфа, я не знаю, пищеварительные соки какие-то. И когда это движение нарушается, возникают проблемы. Это заболевание, или сначала расстройство, а потом уже диагнозы возникают. И если так кратенько сказать, да, немножечко маленькую черту подвести, чем остеопатия хороша? Тем, что она работает с телом, не разрушая его, раз, и тем, что тело всегда в доступе находится. То есть там, где человек, там его тело, если он жив. Ну да, безусловно. И еще остеопатия, есть такой принцип остеопатии, да, что, ну, во-первых, тело рассматривается как единое целое, да. Мы не можем лечить голову отдельно от всего. Да, мы не можем лечить руку отдельно от всего тела, да, или там ногу, потому что нога не висит в воздухе, и голова, она не просто отдельно, да. А причины, по которым они начинают болеть, они могут быть вообще не связаны там с той же ногой или с той же головой, да. Это может быть, там, я не знаю, зажим в шее. Это может быть нарушение движения, не знаю, перикарда, да, нарушение напряжения артерий. Это может быть напряжение мышцы, если говорить о ноге, да, это может быть напряжение мышц диафрагмы. И от этого идет, то есть боль проецируется в ногу. И остеопатия рассматривает организм как единое целое, не так, как у нас хирург. Там, пришел ты к ортопеду, он тебе лечит ногу. Там, пришел ты, я не знаю, к окулисту, он тебе лечит глаз. Нет, остеопатия – это все. Рассматривает все тело. И еще в остеопатии есть такое очень важное правило. Не насилие, так скажем, да, а остеопат всегда идет за тем, что предлагает тело. Это большое уважение к системе пациента, большое уважение к телу. И понимание того, что же телу требуется в данный конкретный момент. Понятно. А, Лен, сколько сейчас существует школ вообще уступать и направлений в ней? Великое множество. Я боюсь, что я всех не перечислю. Есть краниальная остеопатия. Если мы будем говорить о направлениях, краниальная остеопатия. Есть краниосакральная остеопатия. Это разные вещи немножечко. Есть структуральная остеопатия. Есть вестеральная остеопатия. Очень-очень много. И школы тоже есть. Французские, есть русская остеопатическая школа. Есть американские остеопатические школы. Есть школа стила того же. Тоже достаточно много. Школы дружат друг с другом или конфликтов? Нет, нет. Никакого конфликта нет. Просто немножечко разный взгляд. Я приверженец нашей школы. Школы Александра Евгеньевича Смирнова остеопрактика. Потому что там дается как раз максимальная выжимка из всех направлений школ. Например, школа стила. Они глубже изучают анатомию. И они больше работают с костями. Французы больше краниальных и висцеральных техник. Русская школа. Честно говоря, я не знаю там всех плюсов. Но русская школа это все равно выжимка какая-то из европейских школ. Везде стоят все свои минусы. К своему направлению еще это адресую. Поскольку здесь много моих студентов. В России психотерапия у нас тоже эклектика. Мы все собираем с мира. И берем, пожалуй, тот набор. Но они все рабочие. То есть мы такие практики психотерапевты, которые в России. Никто не будет долго нас усолить вокруг да около. Все в основном хотят результата. И в этом плане Россия хороша. Что она убирает себя со самое лучшее, что есть в мире. И если раз выступать и то же самое. Это очень приятно осознавать. Потому что у многих, я просто посмотрел, что люди спрашивают. Я анонсировал наш сегодняшний прямой эфир. А как выбрать у стаопата? Что должно быть такого, что вызовет доверие? Что необходимо? Или может быть к какому стаопату не надо идти, а какого нужно искать? Или что нужно выяснить у стаопата до приема? Или может быть в его анкете почитать, что скажет, что не оттуда. То есть есть ли какая-то там узкая специализация, в которой человек не идёт? Ну, я бы посоветовала идти всё-таки к остеопату, который владеет не одним методом, а всё-таки несколькими. Ну, то есть не только краниальной терапией. Потому что есть краниальные остеопаты, которые будут лечить любое заболевание, держась за голову. И если это очень хороший специалист, он, безусловно, вылечит и только держась за голову. Но если это не очень хороший специалист, станет легче, но ненадолго. А можно расшифровать слово краниальное? Потому что в иссоции других людей... Краниус, это голова. Это кажется, что крань какой-то, да? Нет, краниус, краниальная система – это голова, это череп. То есть работа с черепом? Работа с головой. Вот он будет держаться вот только за голову. И, безусловно, в голове у нас... Голова – это наш командный центр. И можно воздействие на голову там и пятку расслабить, и живот расслабить. Но, к сожалению, сейчас очень много школы в России в том числе. И очень много специалистов. И среди них, к сожалению, встречаются люди, которые, ну, вот вроде бы начали учиться, но не доучились. Да? Увы. Ну, как в любой профессии. Да, есть хорошие специалисты, есть плохие. Я думаю, что в психологии то же самое. Психологов сейчас великое множество, да? И есть действительно хорошие мастера и специалисты. Да, есть люди, которые, ну, да, ну, и что, ну, ну, я бы к нему не пошел, да? Ну, здесь... Ну, кстати, обводи то же самое. Ну, психотерапия так. Есть люди, которые решают свои проблемы за счет клиента, либо никак их решить не могут, но поковыряться в других – вот самое оно. Ну, это редкость на самом деле. Вот. И либо очень боятся. То есть, действительно, мастера, ну, боятся. То есть, боятся, стесняются помочь другим. Хотят, но стесняются. Ну, пожалуй, все такие вот основные вещи, которые... Ну, вот решить свои проблемы, да, за счет других – это вообще на самом деле профессия психолога и остеопата, она очень похожа, опять-таки, основными постулатами взаимодействия, да? И психологу, и остеопату очень важно дистанцию, ну, как, с одной стороны быть в пациенте и понимать, что происходит у пациента, а с другой стороны быть настолько в нейтральности, чтобы не внести пациента ничего своего, ничего лишнего, да? Для того, чтобы не спроецировать какие-то свои напряжения, проблемы, будь то психологические или будь то остеопатические, не спроецировать все это на пациента и не начать лечить себя в его теле, в его лице. Хорошо, Лед, мне кажется, есть смысл потихонечку приоткрывать тайну, что же такое искусство остеопатии простым языком. И то, что многие, не ходи, вот кто нас слушает, не все были у остеопата, например, это 100%, да? Не все еще побывали даже, например, у психотерапевта. Я до сих пор часто встречаюсь, вот я лично с тем, что... Ой, а я первый раз, мне уже 50, а я первый раз, ну так, со стыдом это признавали. Ну, как, неловко себя чувствую. Просто, ну, не все еще это были, и костеропаты еще не все ходили. Понятно, что если человек припирает какой-то тяжелый диагноз, и он с опорно-двигнул аппаратом, и когда над человеком нависает угроза операции, там, по удалению грыжи и так далее, человек начинает искать альтернативы, если он не хочет себя оперировать. И иногда это, к сожалению, сопровождает с тем, что человек инвалидом становится. И всегда, когда ты ложишься на операцию, тебе будут бумажку подписать, что если что, доктор ни за что не отвечает. Ну, такие правила у медицины не существуют. Поэтому многие люди ищут альтернативу, но не все к ней прибегают. Конечно же, проще лечить, когда еще нет серьезного диагноза, когда есть просто небольшие функциональные какие-либо изменения, и эпизодически может быть болеть. Поэтому я предлагаю сейчас показать каких-нибудь несколько приемов для самой диагностики, чтобы человек понял, что у него происходит в теле, в различных его частях с опорно-двигательным аппаратом, и на чем стоит задуматься, и предложить какие-то простейшие, доступные в объяснении и в демонстрации приемы для саморегулярных, чтобы люди, которые сейчас смотрят, взяли и попробовали, и чтобы им стало лучше. Ну, замечательно. Я предлагаю протестировать сейчас голову и шею, да? И, наверное, сначала мы сделаем вот как. Сначала мы попробуем сейчас, уважаемые зрители, да? Давайте мы с вами сейчас закроем глазки, сделаем несколько вдохов и выдохов, и попробуем своим вниманием послушать свое тело и оценить, где же есть напряжение в теле. Вы сейчас сидите, я надеюсь, перед экранами компьютеров или телефонов, достаточно расслаблены, слушаете нашу беседу, и ваше тело вроде бы должно быть расслаблено, но наверняка где-то в теле вы почувствуете напряжение. И очень у многих это напряжение будет либо плечи, шея, либо грудной отдел, либо голова, да? Вот затылок. Мы можем сделать еще один тест. Мы можем совершить наклон в одну сторону и в другую сторону и оценить, в какую сторону у нас голова наклоняется лучше. Мы можем сделать поворот в одну сторону и в другую сторону и оценить, в какую сторону голова поворачивается лучше. И я уверена, что у большинства, у большинства в какую-то одну сторону движение будет более напряженным и более затрудненным. Наверное, мне кажется, еще наклоны лучше делать перед зеркалом, потому что люди не чувствуют свое тело хорошо, они не видят разницу. Ну, либо перед зеркалом, да? Нет, ну, в принципе, можно оценить, что вот сейчас я наклоняюсь, у меня вот здесь вот тянет, а сюда я наклоняюсь, у меня не тянет. Хотя бы так, вот тянет, не тянет. Или тут вот я могу достать вот там ухом до плеча, а тут вот я не могу достать ухом до плеча. Либо посмотреть, да, в зеркало. И можно увидеть, отметить, почувствовать, что в одну сторону движение более затруднено. Я покажу вам два способа. Один способ более остеопатический, а второй способ более физический. Да, это тоже остеопатия. Но, как я уже говорила, остеопатия бывает структуральная, когда вот мы прямо физически воздействуем на тело. И остеопатия бывает более нежная, так скажем, более биодинамическая, когда воздействие на тело минимально, вот на ткань, давление, скручивание, сжатие ткани минимально, но реакция у тела даже более глубокая порой случается, чем при физическом воздействии. Итак, первый метод. Мы кладем ладошку на заднюю поверхность шеи. А левой руки или правой? Любой. Любой. Да, мы потом положим другую ручку. И медленно-медленно мы прижимаем, не вцепляемся вот так вот пальцами, да, а прижимаем ладошку и проводим прижатую ладонь на грудь. Проводим, стягиваем вот это напряжение. С другой стороны проводим и позволяем руке соскользнуть на грудь. Следующее, что мы делаем, это поворачиваем голову вбок. Неважно, вправо или влево. Вот на какую сторону вы повернули голову, эту же ручку мы берем и кладем точно так же на заднюю боковую поверхность шеи. А теперь мы медленно поворачиваем голову, а руку точно так же ведем вниз и позволяем ей соскользнуть. Поворачиваем голову до конца на другую сторону, берем другую ручку, кладем и позволяем ручке соскользнуть, поворачивая голову. По сколько раз так сделать надо? Вот можно сделать раза три, да? Один раз мы можем провести, прямо начиная от затылка, да? Затылок шеи, второй раз посерединке шеи, а третий раз мы можем даже заехать вот туда вот на плечо, на спинку. И после этого мы можем сделать еще один тест. Точно так же мы можем повернуть голову в одну и в другую сторону. И сравнить, что стало полу. Да, сделать наклоны в одну и в другую сторону и сравнить. Лен, можно еще раз, я уверен, что просто из опыта, кто-то, когда увидел упражнение, не успел подготовиться, прибежать на нужное место. Хорошо. Может быть, кто-то в метро едет, смотрит, или в поезде ездит. Да. Еще раз, проговорить, чтобы люди медленно сделали повторение мать учения. И, кстати, кто успел первый раз, когда сделал второй раз, тоже можно сравнить результат от второго повторения. Да, безусловно. Мы поворачиваем голову к плечу, на бок, да? Смотрим на бок. На ту сторону, на которую мы повернули голову, мы берем эту ручку. То есть, если мы повернули голову направо, мы берем правую ручку и прижимаем руку к шее, захватывая заднюю и боковую поверхность шеи. Медленно поворачиваемся и позволяем руке соскользнуть на грудь. Поворачиваем голову до конца в другую сторону. Берем другую ручку, кладем на боковую и заднюю поверхность шеи и точно так же медленно поворачиваем, позволяя руке соскользнуть. Рука у нас плотно прижимается. Шея плотно прижимается, но не впиявливается в нее, да? И наша рука, она растягивает шею, растягивает мышцы шеи, растягивает сосуды шеи. Вот здесь вот у нас сосудистые нервные пучки сбоку проходят, очень важные. Все это растягивается и от этого растяжения, и от того, что мы еще как бы поворачиваем шею, это увеличивает растяжение. У нас мышцы, у нас сосудики расслабляются, и подвижность шеи восстанавливается. Я очень часто рекомендую это упражнение своим пациентам, когда они жалуются на напряжение в шее. Это можно делать тем людям, которые работают за компьютером, у которых часто вот такое вот положение, да? Людям, которые много ездят за рулем, и у них вот руки вперед до шеи, напряжена где-то на один бок. Оно занимает очень мало времени, но это очень действенное. То есть одну минуту? Одну минуту. Повышенное давление, да, если не те, Артур, что? Одну минуту всего занимает времени. Ну, собственно, да. Я рекомендую делать вот под... Раз, два, три. Три зоны шеи, да? Зона затылок шеи, зона середины шеи, зона шеи спина. Вот мы сделали раз, вот мы сделали два, и вот мы сделали три, да? Собственно, да, буквально минута. Только поворот должен быть, ну, не так, как я сейчас показала, а медленно и плавно, да? И очень важно при этом своим вниманием отслеживать то, что происходит у вас под рукой. Очень важно вниманием отслеживать, как же движется ваша рука, как же эти мышцы внутри растягиваются, как они расслабляются. Потому что любое осознанное действие, вам подтвердите, Артем, да, оно гораздо более действенно, да, более результативно, чем неосознанное действие. Я так как предполагал, там люди... Я сейчас чат включил, да, кто-то точно в метро едет, в метро это делает, а там сигнал может немножко быть нестабильным, потому что не везде в метрополитене, в метрополитене, вай-фай хорошо работает. Несколько человек уже написало, что значительно пошло улучшение, состояние улучшилось. Многие просто лайки ставят, ну, ледь писать, да, в подробностях. Проще символ воткнуть, но понятно, что все, кто проделал и не исхалкурил, все получили результат. Так, при боли в голове покажите, пожалуйста, упражнение. Ну, при боли в голове показать упражнение, да, достаточно трудно, потому что непонятно, во-первых, где болит голова, после чего она болит, когда она болит, да, но, тем не менее, и для этого тоже есть такое упражнение, это упражнение, ну, опять-таки, при боли в голове я рекомендую сначала все-таки расслабить шею, да, потому что, как я уже говорила в начале нашего эфира, боль в голове, это может быть, ну, если мы говорим, да, о движении крови, это либо нарушение притока, либо нарушение оттока крови, да, есть еще и другие причины, это нарушение подвижности костей черепа, это напряжение твердой мозговой оболочки, но, тем не менее, приток и отток крови в голове всегда должен быть хорошим, иначе мы будем иметь проблемы. Итак, для того, чтобы увеличить приток или отток, мы сначала делаем упражнение для шеи, все равно, даже если болит голова, и есть упражнение, улучшающее отток крови от головы, но его нужно делать очень-очень аккуратно. Мы берем ручки, да, и ставим их вот сюда, вот под затыл, видно ли мне? Меня видно там. на прекрасном все время. Подзатылочные бугры, да? Ставим подзатылочные бугры, пальцы у нас должны быть расслабленные, то есть они с одной стороны должны быть, ну, там вот стоять жестко, да, там плотненько стоять, но с другой стороны они не должны вот прям туда втыкаться, да? Они должны плотненько стоять, но быть расслабленными. И вот этими вот пальчиками, да, ладошками мы начинаем растягивать вот эти вот затылочные бугры один от другого. Прямо вот так вот, да? Ставим и растягиваем. Медленно-медленно. И опять здесь очень-очень важно почувствовать, что происходит у вас под руками, что происходит у вас под пальчиками. Вы должны почувствовать, как ваш затылок, да, расслабляется, как ваш затылок становится, вот то, что под пальчиками, да, ткани, вот между затылком и шеей, они становятся мягче, расслабляются и раскрываются. И буквально тоже два-три раза, если вы сделаете, вы почувствуете, как ваша голова становится легче. Как будто бы она наполняется, знаете, как шарик наполняется такой свободой воздухом. Тоже очень действенное упражнение. Ну, самое главное, это правильно выполнены анатомические упражнения, да, которые показывают любовь к себе самому, что ты начинаешь себе создавать и от этого идут улучшения. Ведь человек, когда он напряжен и как белка в колесе живет, он напрягается и это не ощущает. Он забивает как бы на себя, у него все внимание в каких-то делах, переживаниях, в каком-то будущем, которое никак не осуществится, или в каком-то прошлом, которое он забыть не может. И идет разбалансировка. А простые вещи, когда ты обращаешь внимание на себя и делаешь это нежно и плавно, восполняешь структуру, и тогда идет оздоровительный эффект. Потому что у многих вопросов все-таки идет, а чем мастерпатия там вообще занимается, да? Для некоторых это просто положить ручку. Вот некоторые, я вот там видел, у меня были некоторые пациенты, которые приходили, я был мастерпат, и я вообще не понял, о чем это. Просто положили руку полчаса, взяли с меня денег, и все, я ничего не почувствовал. Я хочу, чтобы... Немножко этот миф был развеян, что это не всегда просто положить руку, а это действительно определенные иногда структуральные движения, которые... Нет, это не все, нет. Я, например, просто руку... Ну вот, что касается меня, да, я просто руку никогда не кладу и просто руку никуда не держу, да? Во-первых, остеопат должен продиагностировать. А что же? Что же здесь более напряжено, да? Не всегда, если вы придете к остеопату с жалобой на боль в коленке, да, не всегда остеопат схватится за вашу коленку и будет держать на ней руки, да? Не Иисус Христос, он не вылечит наложение им рук на коленку, если проблема не в ней, да? И сначала остеопат должен провести диагностику и понять, то есть, например, коленка опять-таки может болеть, там, я не знаю, из-за напряжения в паху. Коленка может болеть из-за шеи. Да и куча причин, да? И сначала остеопат диагностирует, да? Потом остеопат, опять-таки, если это работа структуральная на мышцах, да, то остеопат не просто положит ручку и будет ее нежно держать, а сначала он протестирует подвижность мышц, он протестирует нарушение движения мышц и костей, да? Возможно, он там посмотрит позвоночник. И не всегда это просто положить ручку, да? Иногда это движение растяжения, иногда это движение, я не знаю, там, ротации, да, поворотов позвоночника или какой-то косточки или какого-то сустава. Все по-разному во всех проблемах и воздействия будут разные. Но после, если вы вышли после остеопата и ничего не почувствовали, ну, значит, это, наверное, немножечко не ваш остеопат, да? Я не могу судить, как бы, о специалисте, ну, не знаю, да, но, наверное, это просто немножко не ваш остеопат, и вам нужно было немножко другое влияние, да? Вам как минимум должно стать легче, вам должно стать по-другому. Остеопатическое воздействие, чем еще остеопатия отличается от мануальной, например, терапии или от массажа, да? Остеопатическое воздействие более пролонгированного времени. То есть вот после массажа вы вышли, вам классно, да, у вас все расслаблено, вы прошли, дошли до дома, дома психанули, все напряглось, или там сидели криво, все напряглось, и все, да, и ненадолго. Остеопатия... Не, ну, если вы будете, конечно, много психовать, то это тоже, наверное, будет гораздо меньше эффект. Но остеопатия, воздействие длится еще несколько дней после сеанса. То есть организм осознает, дорабатывает, меняет какие-то миофасциальные связи, перестраивает мышечные напряжения. Еще довольно продолжительное время, это все индивидуально. У кого-то там один-два дня, у кого-то три-четыре, у кого-то там до недели можно. Сколько обычно сеансов надо в неделю проходить, чтобы был хороший эффект? Один. Максимум. Больше одного сеанса в неделю, да, возможно, если мы говорим об острой боли, да. Вот если острая боль в пояснице, там, я не знаю, вступила в поясницу, да, или это какая-то травма, вы ударили с уста попух, да, вот тогда можно там через день или каждый день, ну, опять-таки, все индивидуально. Но эта работа будет локальная и только на этой зоне, да. Общий сеанс, ну, то есть, когда мы работаем со всем телом, раз в неделю – это максимум. Больше нельзя. Организм не справится. Это будет как переедание. Знаете, когда много всего съешь, и кажется, что ох, сейчас будет хорошо, а потом ох, как бывает плохо. И остеопатия – то же самое. Слишком, хоть слишком много – это нехорошо. Лен, а можно дальше пойти ниже и продиагностировать другие отделы позвоночника, и что-то можно показать, чтобы люди самостоятельно могли улучшить свое состояние? Да, можно точно так же встать, да, или можно сидя это попробовать сделать. Мы можем сделать наклоны вперед, назад, вправо, лево, повернуться в одну сторону, в другую сторону. И когда мы это делаем, мы делаем это медленно, плавно, и мы обращаем внимание на свое тело, и мы отслеживаем те напряжения, которые возникают в теле. Все-таки лучше сидя или стоя? Нет, лучше стоя. Ну, а тем, кто в метро едет, как они сейчас могут? Ну, тем, кто в метро едет, я не знаю, как они будут наклоны совершать. Там у них должна быть социальная дистанция, поэтому они могут наклоняться. Если они будут соблюдать социальную дистанцию, то они могут. В принципе, если человек захочет это сделать, ему ничто не может помешать. Да, можно выйти из метро на станции и сделать. И после того, как вы отметили вот это напряжение, это прям совсем остеопатический метод, здесь очень важно отслеживать внимание то, что будет происходить в вашем теле. Например, вы заметили, что вот движение вот так вот вперед и вбок, вот где-то у меня там в пояснице что-то тянет. Где-то как-то там. Не позволяет это сделать. Да. Ну, неприятно, да, вот ощущение натяжения. Вам нужно принять это положение, да, то есть повернуться вперед и вбок до того момента, когда это напряжение, когда это неприятное ощущение только-только-только начинается. и сразу же остановиться, не тянуть дальше. И минуточку прям буквально подождать, слушая, ощущая, а что же происходит вот в этой натянутой мышце. И вы с удивлением можете увидеть, что эта мышца, ну, как-то уже не так тянет. Уже вроде как и ничего. И тогда мы медленно-медленно доворачиваемся по этому же вектору, еще чуть-чуть, оп, опять затянуло. И мы опять, как только мы почувствовали, что вот она опять, эта мышца ощущается, мы опять останавливаемся. Останавливаемся и ждем, слушаем эту мышцу. Наблюдаем. Опять отпустила. Да, да, да. Да, 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 внимание. Вот она опять отпустила. Мы еще чуть-чуть увеличиваем движение по этому вектору. Опять ощущаем напряжение и сразу же останавливаемся и ждем. Вот она опять отпускает. И вот я уже свободнее могу повернуться. Возвращаемся в прежнее положение и пробуем сделать медленно это же движение, которое вызывало напряжение мышцы. И опять вы с удивлением можете увидеть, что амплитуда движения возросла, а неприятное ощущение, оно где-то там в конце еще остается. Но это тоже можно доделать точно таким же методом. Да, точно так же. То есть мы доводим до напряжения, до неприятного ощущения, в самом-самом начале этого неприятного ощущения останавливаемся и просто чуть-чуть ждем. Этот метод может помочь, если человеку вступило, у него острая боль, и он там не может стоять, очень дискомфортно. Можно попробовать, но если у человека острая боль, он вряд ли сможет оценить начало напряжения. Когда болит, оно болит сильно и везде. Вряд ли он тогда поможет, этот метод. Но тем не менее, тем не менее, в моей практике был пациент, которому такой, не совсем такой, когда острая боль, посмотрите, было у меня в практике такое, что в данном случае человеку надо найти положение, в котором ему максимально комфортно. То есть тут мы вызываем напряжение, ищем место, в котором напряжение появляется, а при острой боли в обратную сторону человек ищет положение, вот он сюда повернулся, сюда чуть-чуть, в котором ему наиболее комфортно. Он остаётся в этом положении, но опять-таки, внимание, очень важно в это время поместить в зону, в которой был дискомфорт, и вот он этот дискомфорт прошёл, и оставить своё внимание в этой зоне покоя. Потом ещё чуть-чуть подвигаться, опять вернуться в зону покоя, в зону, где нету боли. Ещё чуть-чуть совершить какие-то движения до возникновения боли, и опять вернуться в зону покоя. И при достаточно длительном, острая боль, это такая вещь, но при повторении несколько раз, раз 10-15, вы можете отметить, что боль стала меньше. Хорошо. Много было вопросов по поводу тазовых дел. Если таз пережат или перекошен, либо боли различные, в нём возникают, или в тазобедренном суставе, что можно с тазом сделать в плане самодиагностики, всё понять, перекошен он или нет. Потому что, на самом деле, люди очень часто с удивлением узнают, что у них есть действительно перекос. Они не чувствуют и подвыпихи тазобедренных суставов, и иногда даже обувь у них стачивается по-разному, люди тоже не обращают на это внимание. Самостоятельно продиагностировать перекос тазобедренного сустава, ну, на самом деле, действительно достаточно проблематично, потому что у нас субъективное. Восприятие себя и нижняя часть, она хуже диагностируется. Женщинам проще понять, да, по каблукам, да, вот на каблуках, вот раньше я ходила вот как-то вот так, а сейчас как-то по-другому. И в большинстве случаев это будет перекос таза, и он может быть по разным причинам. И, скорее всего, это напряжение будет блокировкой крестцово-повздошного сочленения, да, это где у нас позвоночник соединяется с крестцом, да, зона низа поясницы, да. Ну, или проверить обувь, посмотреть у мужчин. Да, можно, можно, да, можно элементарно посмотреть на свои подошвы, да. Как они стачиваются? Равномерно сзади? Или все-таки с одной стороны больше? Если с одной стороны больше, значит, значит, это стопроцентный перекос таза. Здесь мы можем, здесь остеопатических упражнений, наверное, для самостоятельной работы я не могу рассказать, потому что, ну, это довольно, довольно неудобная зона, на которую неудобно воздействовать самостоятельно и при этом быть расслабленным, к сожалению, да. Но здесь очень хорошо помогают какие-то позы из йоги, да, расслабления. Когда мы садимся и просто раскрываем тазобедренный сустав, да, раскрываем ножки, пытаемся расслабить их, это не поза лотоса, да, а просто вот мы садимся на пол, скрестив ноги, да, и пытаемся расслабить колени. Это растяжки, когда мы тянемся медленно-медленно к одной ноге и точно так же мы тянемся медленно-медленно к другой ноге и нам точно так же надо обращать наше внимание на том где же у нас какая мышца напрягается и точно так же остеопатическая растяжка будет отличаться от обычной растяжки в зале именно тем что вы совершаете движение только до момента появления напряжения как только напряжение вот вы отследили она появилась вы сразу же останавливаетесь вы останавливаетесь и ждете пока это напряжение не уйдет не ослабнет и только тогда у нас время неумолимо идет вперед я сейчас уделю внимание тем вопросам которые нам поступили под моим постом относительно до эфира потом я включу чат если те кто нас слушает есть какие-то специальные вопросы то чуть где-то минут через пять я начну их читать и задавать а сейчас я тогда вернусь к счету который был задан я и сохранил вопросы некоторые и задам где не специализированное чем может помочь остеопатия при заболевании мышц миозит остеохондроз грыжи протрузии позвоночника его общий вопрос остеопатия сможет улучшить кровоснабжение данных зон что несомненно отразится на состоянии мышц точно нервных волокон тоже протрузии и грыжи остеопатия я слышала что убирают но я своими глазами никогда не видела я не умею убирать протрузии и диски и грыжи вернее но грыжи и протрузии и являются показателями для того чтобы там болело то есть болит никогда не от грыжи не от протрузии я уже не одна не однократно говорила в наших эфирах сама грыжа болит только если грыжа провисает в отверстие спинномозгового корешка и непосредственно давит на нерв на спинномозговой корешок во всех остальных случаях грыжи не болят протрузии не болят это дегенеративные изменения это компенсация нашего организма на неправильные нагрузки и есть такой миф миф существует у некоторых докторов и некоторых пациентов головах что грыжи не рассасываются то есть все ничего изменить невозможно хотя я знаю и пациентов и в общем-то у нас такие вкурации уже есть у которых постепенно запускается процесс восстановления и на мрт видно что через несколько месяцев состояние опоры двигателя аппарата и позвоночника улучшается безусловно улучшается потому что мы снимаем то напряжение которое сдавливало и дальше диск и как ну то есть это получается эффект пружины да вот между пружины если вы представите себе пружину и между пружины какая-то мягкая не знаю мягкая прослоечка вот пружину сдавливают вот эта мягкая прослоечка начинает выпирать и когда эту пружину постоянно сдавливать на эти мягкие прослоечки будут выпирать все больше и больше остеопатия может позволить убрать вот это давление и тогда диск может вернуться в первоначальное положение если еще будет нормальное кровообращение чем тоже опять-таки занимается остеопатия совсем убрать наверное нет но опять-таки это все зависит от величины грыжи это все зависит от причины по которой она возникла если вы 20 лет назад прыгнули неудачно со второго этажа да и вот и после этого грыжа вылезла и 20 лет она у вас но она наверное тогда вряд ли уберется если это какая-то более свежая травма то вполне вероятно быстрый вопрос очень прошу рассмотреть вопрос может ли помочь стопат ребенку при эпи активности то есть при эпилепсии и каких результатов можно ожидать пока я не посмотрю ребенка ничего нельзя сказать принципе возможно эпилепсия это повышенная активность да и если мы сможем найти участок мозга который обладает этой активностью снять напряжение электрическое чтобы никто не коротила да в этом месте у меня работа с эпилепсии была только один раз с эпистатусом ребенок ей стало значительно лучше в подростковом возрасте сейчас эти припадки практически прекратились но насколько насколько здесь помогли препараты то есть препаратов ребенка все равно не снимали да ну а остеопатическое воздействие значительно облегчило уменьшило количество припадков да и облегчило их не было таких серьезно ну скажем так при отсутствии какой-либо альтернативы если только медикаментозная терапия есть которая сдерживает этот процесс да потому что есть причина почему эпилепсия возникла ну да с точки зрения психосоматики это разрядка очень мощного стресса который на котором зависит психика и эпизодически дать как гейзингтон выдают да такие вещи через такие вот истории поэтому мы у нас на убите работаем комплексно да то есть я считаю что при тяжелой особенно тяжелых пациентов берем на контракт при тяжелой ситуации как раз командная работа дает больше результатов безусловно безусловно то есть некоторые некоторые заболевания системные их нельзя вылечить чем-то одним и в принципе нету панацея что вот я сейчас пойду к остеопату и он сейчас меня исцелит но увы такое случается крайне редко потому что во первых вы должны быть заинтересованы в этом исцелении не только на словах да но и на деле потому что как 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 мы уже знаем как вы артем олегович не раз говорили да существует вторичная выгода болезни да во вторых как я уже говорила что любое заболевание это комплекс причин и в этом комплексе может быть много составляющих если мы будем воздействовать на заболевание сразу с нескольких сторон это только увеличит шанс на выздоровление ускорит его наступление потому что и психология будет задействована и химби биохимия будет задействована да у нас там прекрасный терапевт и гастроэнтеролог назначит нужные витамины да после каких-то анализов и остеопатия будет задействована и мы расслабим мышцы да и со всех сторон если решать проблему она безусловно будет решаться гораздо лучше кстати уникальность нашей клиники именно в том что у нас как раз остеопатический подход да комплексный подход к здоровью пациента и точно тот же принцип ненасилия над организмом да мы не будем там пихать какие-то уколы там вот как сейчас отрезать к чертовой матери не дожидаясь перитонита нет у нас такого нету и мы будем лучший лучший способ лечения перхоти удалить голову и все да да безусловно безусловно лена частный вопрос сколько обычно нужно пройти человеку сеансов чтобы он пришел в норму как как бы человек посчитал что он решился проблему смотря в каком состоянии человек приходит от и до минимум максимум или средне какая-то цифра какая существует от 1 до бесконечности в принципе если у человека нету никаких особых проблем а есть какая-то ситуативная боль вот здесь и сейчас у меня вот тянет спину мне плохо помогите а там просто какое-то защемление может быть достаточно одного сеанса но в среднем среднем это 35 сеансов да если нету никаких там у нас давних проблем да потому что бывает что человеком я двадцать лет ходил там с больной ногой давайте вы мне сейчас один раз это сделаете а я буду ходить точно так же как и ходил там я не знаю и пинать этой ногой по бордюрному камню все вопрос если какой-то прием остеопатический который улучшает в моменте зрения чтобы человек у которого она снижена носит он очки либо просто уже чувствует что плохо стал видеть что-то может с телом своим сделать для того чтобы получить эффект того что глазки стали лучше видеть есть остеопатический прием но он достаточно длинный у нас время позвал это рассказать это сколько минут займет или часов нету не часов но минут 10 тогда тогда вот по простому вы кладете пальчики на макушку у кого глазки болят или кто плохо видит у кого глазки в это полезно будет всем абсолютно кладете ручки до пальчики на макушку и нам нужно чтобы тыльная сторона ладони у нас закрывала глазик вот так прижимаем плотно плотно глазкам и делаем вот такие вот движения раз два три 4 5 21 раз как тесто как будто мы нажимаем плавненько мы не не втыкаем опять-таки со всей дури до ладони глаз да такие помпажные движения я бы сказала то вот так вот мы покачиваем глазки после этого мы кладем ладошки на затылок на ушки и тоже 21 раз по ушкам и потом мы 21 раз кладем шею вниз и и тогда у нас улучшается и лимфооттока кровоснабжения внутри глаза до глазного яблока у нас улучшается отток по лимфатической системе у нас улучшается приток реже крови глазка это просветлит ваш взор так скажем хорошо я сейчас включил чат поделитесь пожалуйста впечатлениями о нашем эфире те кто проделал техники не те кто просмотрел то что с собой делал и что почувствовали ну как ваши глазки как ваши шеи что еще может быть вы заметили что у вас улучшилось очень хочется обратную связь почитать и если есть у кого-то специализированный вопрос вот ваши задавайте да у нас чувству 5 минут осталось что мы на них ответили так может остеопатия разговорить ребенку видимо есть задержка развития ребенок не говорит да остеопатия может разговорить ребенка но 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 считается что и в остеопатии в психологии кстати наверное тоже да я вот кстати психологии этот вопрос не очень сильно знаю что если у ребенка какие-то достаточно серьезные проблемы и ребенок там в возрасте до 10 лет то на 90 процентов это проблемы в семье скорее всего проблемы мамы как самого близкого человека скажем так лет до 12 до пуберта работается с родителями непосредственно но иногда там надо бабушек и дедушек еще поворошить чуть-чуть да чтобы действительно проблему скорректировать а с 12 там уже появляется некая самостоятельность который требует включенности ребенка вопрос да но тем не менее проблема речи это проблема зачастую проблема родовая да когда ребенок у ребенка были сложные роды когда у него напряжение твердой мозговой оболочки и остеопатия очень хорошо в этих случаях работает вопрос очень специализированный интерес и смотрят ли остеопаты по точкам внутренние органы нет остеопаты по точкам внутренние органы не смотрят по точкам это китайская у нас терапия может человек имел ввиду если какие-то зоны если быть точнее которые отвечают как является проективным внутренних органов с воздействием на которые можно это понять подкорректировать безусловно есть такие зоны есть точки которые отвечают за разные органы но это немножечко другая тема да и есть система она называется с с последовательная энергетическая настройка организма человека которая как раз работает по китайским меридианам и по точкам этих меридианов но мне все равно больше нравится остеопатия вопрос может ли быть температура при остеохондрозе скорее всего идет воспалительный процесс и это уже не остеохондроз является причиной бывает что термоневроз очень часто остеохондроз шейный дать люди чувствуют вот здесь вот он с неврозом связано это воспаление воспалительный процесс и остеохондроз являлся как бы первичной причиной а дальше уже наложил воспаление были иногда обращаются пациенту которых есть просто повышение температуры но нет никакой патологии нигде и у них годами это бывает состояние подскакивает уходят или держится постоянно которая варифицируется как термоневроз у нас это просто психоэмоциональная адаптация потому что они переживают так дальше идем гречишный валик может расслабить поясницу и грудной отдел может расслабить а может и не расслабить все индивидуально если вам гречишный валик помогает замечательно используйте его есть люди которым этот гречишный валик не поможет сразу предвосхищаем все вопросы которые по поводу того как записаться на прием где быть пожалуйста по телефону клинике не увидит 495 983 10 20 либо нас на сайте mail тире пита точка ру есть все контактные данные звоните пишите оставляйте заявки и вопрос будет решен клиника не увита просто название сказать мы находимся в москве крылацкая дом 45 так может ли стопат лечить своих детей да конечно почему нет место помогли при симфизите лобковой кости такая неприятная штука но корректируется так можно ли убрать с помощью стопатии вальгусную деформацию стопы и косточку это очень длительный будет процесс можно но это длительный процесс и опять-таки только остеопатия нет вам нужна будет длительная самостоятельная работа вам нужно будет сменить обувь нужно будет сменить образ жизни вам нужно будет постоянно делать упражнения массажи и но то есть одна степать опять это комплексная причина вальгус это никогда не причина в самой стопе это причина где-то в другом месте очень часто вальгус бывает например после аппендицита и на стороне вот шва да у нас немножко времени осталось здесь вот интересный вопрос 7 лет ребенку паховая грыжа прошли курс около 20 сеансов грыжа не ушла стоит ли ждать улучшения если грыжа беспокоит то тогда не стоит если грыжа беспокоит то тогда делайте операцию паховые грыжи если там будет защемление это очень неприятная вещь я всегда следует учитывать я большой противник оперативных вмешательств честное слово но иногда стоит взвесить все за и против я бы в этом случае обратил сначала внимание на сексуальные проблемы у родителей у ребенка выпирает слабость там когда он что-то не переваривает он все чувствует потому что тело ребенка это маркер того что чувствуют родители вернее как они эмоционируют что они излучают ребенок это улавливает как антенна и выдают в виде симптома так поэтому надо лечить маму и папу ребенка не трогайся глядишь она сама еще рассосется так чем отличается кинезиология от остеопатии это разные вещи абсолютно кинезиологии это мышечные реакции это во первых это работа по меридианам да и во вторых это работа с мышцами кинезиология остеопатия очень действенные методики и то и другое но они немножко разные экспресс вопрос периодически звон в ушах поможет ли стопатия надо найти причину да обычно помогает так у меня целый день болела голова после упражнений стал заметно лучше спасибо огромное за замечательно упражнение шеи вообще очень хорошее может ли стопате помочь при мигрени с аурой киста бейкера под колено можно убрать нужно смотреть почему она появилась насколько она давно как она себя проявляет не проявляет и за такие сообщения меня стопат спас после мануальщика да очень часто бывает я я я я стараюсь не отзываться плохо да о каких-то там направлениях и специалистов но к сожалению сейчас бывают горе мануальщики такие да которые очень сильно могут навредить и когда когда вы выбираете доктора особенно мануального терапевта да будьте очень очень внимательно очень внимательно слушайте читайте отзывы а лучше потому что но с моей точки зрения неправильно когда человеку делают больно на процедуре прям когда он кричит бедный и не факт что это дело поможет иногда бывает сильнее чем эффект положительный с коксоартрозом третьей степени можно к вам обратиться поможете это не быстрый процесс коксоартроз это нарушение кровообращения опять-таки надкосницы сустава сумки и это комплексная проблема то есть только остеопатии коксоартроз вылечить вас не получится это комплексная проблема приходите к нам в клинику мы будем вместе работ я думаю парочку вопросов таких экспресс а полезен ли массаж серебром гуаша честно говоря нет массаж полезен гуаша прекрасная методика но я ее честно говоря не люблю но это это как бы прикид моей эстетической если эстетическому моему восприятию да мне не нравится вид кровоподтеков но гуаши тоже очень действенная методика опять-таки смотря кто делает если делает грамотный специалист еще специализированный вопрос скажите про атланта нужно ли всем его управлять нет однозначно стопроцентно нет вот буквально на прошлой неделе у меня был пациент на который собирался идти управить атлант и у меня в моей практике есть пациентка где но неоднозначные то есть у меня пациентка на у нее длительные боли она еще не была моей пациенткой да у нее были длительные там постоянные с детства боли в голове она пошла и правильный атлант у нее голова стала болеть реже но у нее стало дико хрустеть и болеть шея из-за чего ну в общем нарушение в шейном позвонка в шейных позвонках пошли да и у нее щитовидка не вспомню диагноз что у нее там конкретно не помню но нарушение достаточно серьезные пошли со щитовидной железой после вправления атланта и вот это абсолютно точно что это после вмешательства до в организма не 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 в одном атланте дело и не у всех он стоит криво иначе мы с вами не смогли бы голову вертеть однозначно нет очень аккуратно очень внимательно надо к этому подходить а пойду к я себе сделаю какую-нибудь процедура называется да потому что мне делать нечего да 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 милые мои дорогие слушатели ваш организм это уникальное создание не знаю вселенной бога всего чего угодно наш организм подобен я не знаю подобен космосу там сложнейшие взаимосвязи там прекраснейшие соединения там великолепнейшие системы жизнеобеспечения компенсации пожалуйста не надо туда сломок пожалуйста очень аккуратно внимательно и с любовью это чудесное чудесное произведение да которая хранит в себе с память о здоровье которая стремится быть здоровым всегда и очень важно ему помогать в этом а не мешать какими-то порой чудовищными методами хорошо большое спасибо я хочу зарезюмировать двумя вещами первое хочу сказать что нет неизлечимых заболеваний с моей точки зрения есть неизлечимые люди то есть кто-то не хочет этого делать а так если вы уперлись в какую-то стену вы не понимаете что происходит в вашей жизни либо традиционный подход классические таблетированные хирургия не работает у вас приходите к нам на виду мы разберемся с вами и сложный случай мы всегда работаем в программе работаем комплексно когда все основные специалисты клиники работают на ваше здоровье чтобы его постепенно вывести на оптимальный уровень где у вас не будет это диагноз и второй момент хочу сказать то есть вот очень хорошее резюме резюме написала happy money хочу сделать стопату комплимент у вас такие красивые глаза и брови прям загляделась мне кажется это самый правильный точка на нашего сегодняшнего диалога лена большое спасибо будут заявки новые мы как-нибудь повторим этот эфир и будем более специализированные темы освещать потому что мы сегодня так по верхам пробежались да приоткрыли занавесу конечно обсыпать это огромный богатейший мир поэтому всем тем кто нас слушал тоже огромное спасибо за внимание и до новых встреч всего доброго спасибо за эфир все счастливо все друзья будем завершать